Денис, доброе утро! Почему именно эти буквы и цифры? Что они означают? Дело в том, что есть строгая система присвоения этих позывных сигналов во всем мире. А, то есть нельзя присвоить там хулиган-72 или сладкая киска, вот этого не может быть. Только обязательно цифры и буквы. Да, цифры буквенные в основном. Позывные сигналы выдают главный радиочастотный центр и во всем мире присваиваются. Р – это Россия, восьмерка – это значит Уральский федеральный округ, Л – Тюменская область. Каким образом вы договариваетесь о времени связи, где-то списываетесь на форумах или как это происходит? Дело в том, что радиолюбителям выделены во всем мире одни и те же участки радиочастот, на которых они могут общаться. И, соответственно, я, включив радиостанцию, настроив на ту частоту, которая мне разрешена, даю общий вызов. Всем-всем-всем, я вот радио-РМ-8Л, допустим, свой позывной, и тот, кто желает со мной радиосвязь провести, в этот момент меня слышит, он меня вызывает, и мы, соответственно, таким образом проводим радиосвязь. Бывает так, что одни и те же люди выходят на связь? Да, очень часто бывает. В основном в эфире присутствуют одни и те же корреспонденты, в основном из ближайших областей, ближайших стран. И бывает такое, что раз в неделю или даже 3-4 раза за неделю можно провести радиосвязь с одним и тем же корреспондентом. Это не возбраняется, никаких таких особых целей там нет, чтобы провести большее количество радиосвязей с определенными корреспондентами разными. Просто, даже просто, я вас сегодня хорошо слышу, вот решил еще поздороваться. О чем, о чем говорите в эфире? Ну, не просто же привет-привет и пока. Ну, вообще, увлеченные люди говорят в основном о своем увлечении. Вот, есть 4 темы, о которых не принято говорить в эфире. Это коммерция, религия, секс и политика. Все самые интересные темы нельзя? Не принято. Можно попробовать, конечно, поговорить, просто с вами беседуют, вряд ли кто-то поддержит об этом. Мое удивление было, буквально на днях я узнал, что существуют некие номерные радиостанции, то есть в эфире неизвестно, кто ли электронный голос, то ли это радиодиктор, называя цифры с определенной периодичностью, либо какие-то звуки, и на этом все. Википедия не дала мне ответов. Может быть, вы сможете дать ответ, что это за радиостанции, откуда их источник? Ну, за длительную такую свою радиолюбительскую жизнь. Я, конечно, иногда встречал в эфире такие радиостанции, но особого удивления и желания докопаться до истины не возникало. Но какую-то же информацию они несут, а зачем и кому? Тут мы, опять же, как бы вступаем в область рассуждений, всяких теорий и заговоров. Дело в том, что, когда я в армии служил, у нас все радиограммы, которые мы в эфире передавали, они все были маскирующими, то есть они не несли никакой информации. Может же такое быть, что эти радиостанции тоже информации никакой не несут. Мы можем сейчас попробовать поискать кого-то на тех частотах, на которых мы можем поработать? Без проблем. Вот, пожалуйста, кто-то из радиолюбителей дает общий вызов. Сейчас мы позвонок его узнаем. Радио Анна-3, радио Щука Сергеев. Тамбовская область. По позвонок, радио Анна-3, радио Щука Сергеев. Вы так быстро определяете? Просто за такое время, да, действительно, уже все это запоминается очень быстро. Еще в школе учитель географии был очень удивлен, когда я мог на карте легко показать любую страну. Так, да что у вас это в крови? Нет, это просто запоминается не из-под воль. Я услышал какого-то корреспондента, принял позывной сигнал, потом открыл справочник, разобрался. О, Германия. А где Германия? А вот у меня карта висела, глобус был. И, соответственно, на карте я пытался эту Германию найти. Со временем я запоминал, один раз Германию увидел, второй раз Германию услышал. И запомнил, что она в Европе находится у нас, на европейском континенте. Такая же ситуация и с другими странами. А вот сейчас с ним кто-то вступил в диалог, да? Да, с кем-то он сейчас общается. Валерий, город Маршанск. Ну вот как раз сейчас о слышимости они обмениваются информацией. Да, но слышно его не очень хорошо. Не очень хорошо слышно. Но для этого времени и для этого диапазона частот уже, в принципе, прохождение заканчивается. В основном 7 МГц это ночной диапазон. Ночью можно слышать и африканские страны, и европейские страны, и под утро страны Южной Америки. Вот как раз про прохождение радиоволн. Частенько корреспонденты матерятся в эфире? Нет. В общем-то, все-таки люди, радиолюбители, люди грамотные, люди образованные, технически подкованные. И они себе такого в эфире не позволяют. Что ж, это очень удивительно. Спасибо вам большое за этот рассказ. Я практически ничего не знал. Теперь знаю намного больше о радиоделе. Хобби у меня все равно не поворачивается язык назвать. Делайте правильное дело. Спасибо большое. Спасибо вам. Всего доброго.